Послушайте рассказ Юрия Коваля «Подснежники». Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверное, подумал, что сейчас весна, снег растает и на проталинах подснежники. А сейчас не весна, сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег, он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега. — Вон сколько она валила, — сказала утром Пантелеевна. — Можно за дровами на санках съездить. Она топила печку, а я ленился. Лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелеевна заглядывала в печку, и лицо ее было огненным, как у машиниста, который топит паровоз. Но только хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет. Так и стоит на краю деревни. Санки были на чердаке, старые, березовые. Я достал их, отряхнулся на труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под елками. Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули веревкой. — Ну, поехали! Я тянул санки, а Пантелеевна шла сзади, глядела, не падают ли поленья. Совсем немного выпало снегу, а все сразу изменилось. И лес, и деревья. Да и мы с Пантелеевной стали совсем другими, зимними людьми. Вон Пантелеевна идет в резиновых сапогах, а кажется, в валенках. Седые волосы из-под платка выбились. Совсем зимняя старушка. Ровно покрыл снег землю. Изредка только поднимают его какие-то бугорки, пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом. — Вот тебе, на! Гриб, маховик летний! Побурила зеленая шапка. Легкий стал гриб и хрупкий. Я хотела отломить кусочек шляпки. Она хрустнула. Замерз маховик под снегом, как стеклянный стал. И червяки в нем замерзли. Я увидел еще бугорок. И это тоже оказался маховик. Не червивый. Затоптался на месте. Стал еще грибы искать. — Катись дальше, батюшка! — крикнула сзади Пантелеевна. — Грибы! — крикнул я. И, бросив санную веревку, пошел к опушке. И сразу наткнулся на выводы подснежных маслят. Они почернели, застыв. — Бросит эти грибы! — сказала Пантелеевна. Поглядев на маслята. — Они верно нехорошие. — Почему нехорошие? Они просто замерзли. Но Пантелеевна все время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие. Что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться. А эти что стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у нее переменилось. Она стала эти грибы жалеть. Какие, мол, они несчастные. Не успели в землю спрятаться. Сверху снег. И они совсем позамерзли. Дома я выложил грибы на подоконник, чтобы оттаивали. Там было прохладно. Поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали. Поскрипывали, вздрагивали, шевелились. — Положим их в суп, — сказал я. — Да что ты, батюшка! — напугалась она. Давай бросим их. Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов. Я уговорил Пантелеему. Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет. И говорит. — Чем это пахнет? Не уж грибами. — Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли. — Ну-ну-ну, — удивилась Мирониха. Бу-бу-бу, не стану я такую стромоту есть. А ей никто и не предлагал. Суп приготовился, и Пантелеевна разлила по мискам. Пантелеевна немного вроде боялась его пробовать. Потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как лето, но настоящий, грибной. — Не стану я такую стромоту есть, — бубнила Мирониха. А потом вдруг цоп, состала ложку. И в миску нырь. — Ну-ну-ну, — буб-бу-бу, — бубнила она, налегая на суп. — Срамота-то какая! Мы помалкивали. Под конец только Пантелеевна сказала. Добрые люди подосиновики да подберезовики, а мы подснежники варим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова